Установка Burn-Aware-Free Что ж, дорогие друзья, в прошлом видео мы с вами поговорили о том, какие типы дисков встречаются на компьютерном рынке. Также вы знаете о том, что для прожига дисков используются специальные программы. В данном видео мы установим и запустим одну из таких программ. Программ для записи дисков огромное количество, как бесплатных, так и платных. Я искал подходящую программу достаточно долго. Мне нужна была бесплатная и максимально простая программа, но при этом она должна была иметь определенный функционал. Таким образом, выбор пал на программу Burn-Aware-Free. Программка абсолютно бесплатная и позволяет выполнять практически все операции, которые только могут понадобиться рядовому пользователю. Что ж, предлагаю приступить к установке. Установочный файл вы, как всегда, сможете найти в дополнительных материалах. Запускаем его и следуем инструкциям. Выбираем язык. Жмем кнопку Далее. Принимаем условия лицензионного соглашения. На следующем этапе нам пытаются навязать дополнительный сторонний продукт. Он нам не интересен, поэтому мы убираем первую галочку. И жмем кнопку Далее. Затем указываем путь установки программы. Весит она буквально 33 мегабайта, поэтому ее вполне можно оставить на системном диске. На следующем этапе оставляем все галочки, как есть, и жмем кнопку Далее. После чего жмем на кнопку Установить. Установка занимает буквально пару секунд. Оставляем галочку Запустить Burn Aware и нажимаем на кнопку Завершить. Перед нами появится главное окно программы. Как видите, тут довольно много пунктов, однако все они разделены на 4 основные категории. Это данные, мультимедиа, образы и утилиты. Забегая чуть вперед, скажу о том, что между записью CD-диска и DVD-диска нет практически никакой разницы. Разница только лишь в том, какие данные вы записываете на тот или иной диск. Это может быть диск с данными, загрузочный диск, аудиодиск, диск DVD-видео и некоторые другие. Обо всем этом мы будем более подробно говорить в видеоуроках по записи. В качестве примера мы будем разбирать запись диска с данными, а также запись DVD-видео. Что ж, а на этом пока все. Жду вас в следующем видео.